В эти праздничные победные дни они в центре внимания. Люди, объединенные одним словом, ветераны. Что скрывать? Тех, кто огнем и мечом громил фашистов на фронтах Великой Отечественной, осталось наперечет. Им всем уже за 90. Стареют и последующие поколения, поэтому сегодня мы в преддверии Дня Победы чествуем и тружеников тыла, и ветеранов вооруженных сил, и участников боевых действий в горячих точках уже нашего времени. Их возраст и заслуги перед Родиной делают бессмысленными какие-либо условные границы. Они все ветераны. Мы вместе едем в автобусах, но далеко не все знают, куда и зачем. Не знают, что им доверено стать свидетелями и даже участниками написания новейшей истории Щелкова. В городе появилось еще одно место для отдыха и прогулок жителей и гостей. На левом берегу Клязьмы за новым мостом достроен высотный дом. Одновременно закончена и набережная. Своё социальное обязательство перед администрацией района выполнил застройщик группы компаний «Мортон». Наверное, это приятные хлопоты. Вот по такому поводу можно было встречаться каждый день и всё лето. Вот тогда бы мы всё благоустроили и всё сделали. Но ничего, жизнь идёт вперёд, и мы обязательно всё сделаем. Это набережная, это то место, куда можно приходить, спокойно посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Здесь достаточно зелено, и это действительно очень здорово. Я вас поздравляю, мы с удовольствием вас будем ждать здесь. Приходите, гуляйте, дышите воздухом, наслаждайтесь жизнью. Здесь, в эстетически красивом месте, около реки Клязьма, будут возникать новые семьи. Люди будут ходить и влюбляться. И самое главное, чего я хочу, нам всем пожелать, чтобы небо над рекой и над нашей набережной было всегда мирным. Вся земля должна быть красивой. Вы из-за неё воевали, вы отстояли свободу и независимость нашей Родины. И мы будем делать всё возможное, чтобы поколения, которые пришли за вами, жили в красоте. Набережная – это один из элементов этой красоты. Мы в этот день просим у вас согласия. Подарите этой набережной название «Набережная юности». Подарим? Подарим! Спасибо! Неожиданно, да, но от этого ещё более приятно, что в день победы Щелковский район не остался без подарка. Для всех. На Клязьме открыта вторая очередь «Набережная», и которой ветераны тут же и дали новое имя – «Набережная юности». Отсюда начинается пешеходная прогулочная зона, которая пройдёт дальше по набережной Серафима-Саровского, через Старый мост, реконструированную год назад площадь Ленина, и дальше по улице Парковой до Дворца культуры. Власти постараются закончить всё к дню района. Прямо с церемонии открытия набережной самые почётные жители района приглашаются на торжественный приём в честь 71-й годовщины Великой Победы. Эту синюю форму с золотыми генеральскими погонами ни с чем не спутать. Легендарные монинские авиаторы целой делегацией приехали на праздник. «Настроение отличное, несмотря на то, что я уже без двух лет сто лет». «Хорошее настроение. Я рад, что им особенно хорошо. Это участники войны. Вот Павел Алексеевич с 41 по 45 год воевал, с 43-го года он, Лев Иванович. Но я помоложе, был в оккупации. Сейчас он тоже в ветеранской организации». «В войне с сентября 41-го года. Сначала был в доставительном батальоне, потом учился в Москве. Корчунь-Чурченская операция, Бумынская операция, Ясо-Кишиневская операция, потом освобождал Белоруссию и Польшу. Награждён медаль в освобождении Польши. И войну закончил в Берлине». «Нужно, чтобы люди радовались и жили счастливо». В зал районного дворца культуры приглашены 23 непосредственных участника Великой Отечественной войны, 28 ветеранов. Со словами поздравлений к уважаемым людям здесь также обратились Надежда Суровцева и Алексей Валов, Ирина Слуцкая и Владимир Шапкин. Поднимали тосты за победу, за героический подвиг советского народа, за мирное небо, за здоровье ветеранов. Исполнялись любимые всеми поколениями песни военных лет. И как тут усидишь на месте, когда звучит легендарный «Синий платочек». Стоит добавить, что для приглашённых ветеранов администрация района подготовила комфортные автомобили, которые по окончании торжественного приёма бережно доставили всех домой. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо. Спасибо.